Очень сильно доволен. Дэнви тоже, думаю, на тинь-то покатать. Файердота, Фурион, Зевс. ТС хочет всех обмануть. ТС обманщик. ТС самый-самый-самый хитрый здесь. ТС вообще не хочет драться, я так понимаю, с кем-либо. ТС просто хочет... Сейчас, наверное, еще аппарат спектра и вообще победа. И Клакверк там с ракеткой с какой-нибудь. ТС вообще не хочет сталкиваться с этим тиньи глаза в глаза. Ну и, в принципе, правильно делает. В бан сейчас отправил Бэтрайдера, Леона. Опять же, очень хорошие баны, так как слишком быстро умирает Зевс, так как слишком быстро умирает Фурион. А Энви сейчас убрал Траксу отсюда. Вот это, кстати, тоже, естественно, очень хорошее решение, так как видели мы сегодня уже Траксу. В подобном пике и минус аппарат. Энви просто читает сейчас по ходу ТС, да и, в принципе, моют эту вот такую намекающую стратегию бесконтактного боя. Ну что ж, в принципе, в принципе, все Энви делает хорошо. Да, у нас там такой ламповый чат, то что мне так не хочется уходить из чата, но приходится, приходится смотреть финалы. Так бы я, конечно, наверное, все-таки сидел бы вообще в чате постоянно. Ну ладно, в Старлабора буду сидеть в чате постоянно. Пусть там все занимаются своими делами. Я посижу, почитаю чатик. Ага, там чувак в очках и с усами. Это Икс Майк. Икс Майка трудно не узнать. Усы это мужественно. Верно. Так, Чен для Фаердоты и Клауд Найн забирает сейчас Бэйна. Ну что ж, Бэйн... Я не знаю, на самом деле, почему Бэйн. Бэйн здесь не из лучших персонажей. Ну и хотя не из худших. Просто сам по себе довольно неплохой саппорт, который может контролить всех. В прошлый раз в Клауд Найн был Undying. И, кстати, Undying для Бон Севена выглядел довольно интересно. Ну вот, как раз-таки появляется Undying. Просто читаю. Почитаю, ребят. Undying сложный для Бон Севена. Фармящий тени. Висп, наверное, пока что будет бегать все-таки самостоятельно. Undying, а потом прибежит к тени. Левеле на третьем. Ну и там вместе с Бэйном. Слишком легко. Можно убивать Фуриона. Так, ну что ж. 15 секунд остается у DC. DC. Есть два саппорта. Есть Хартлайнер. Бристаллбек. Заходит сейчас Бристаллбек. И убивать, естественно, маленьких вот этих вот зомби ползающих. Лучше Бристаллбека героя не найти. Очень быстро с ними разбирается. Ну и, естественно, если Бристаллбек начнет убивать, начнет выходить там в топ по Нетворсу и будет самым-самым сильным на карте, то Тинни он тоже убить сможет. Как бы, Тинни для него проблема будет не столь серьезной, как, например, Тинни для Зевса. Последний банк. Клауд Найн. Да, конечно. Фаер Доты нужно больше дэмэджа. Нужно намного больше дэмэджа. Сейчас толкового быстрого дэмэджа особо-то и нету. Есть единственный, кто Зевс. И то Зевс Саппорт. А, да. Что насчет заявочек, ребят, друзья, ВКонтакте. Все я приму после данной игры. Хорошо. Там всех приму, чтобы там искали вы в плейлистах музыку. Сейчас просто, как вы сами видите, уж точно не до этого. Минус Венжевл Спирит и Фаер Дота забанили сейчас Пака. Ну, вот, на самом деле, Пак тоже был бы здесь довольно-таки интересным героем. Я думаю, что Клауд Найн рассчитывали сейчас на Пака. Фатуш очень хорошо отыгрывает на этом герое. Так, ну, возможно, сейчас еще одного какого-нибудь фармящего героя возьмут. Ну, такого, не знаю, разора. Чтобы уж точно просто в лоб идти и не бояться ничего. И никого. Так, нужен герой в мидлейн. 40 секунд есть у Энви подумать. 30 секунд есть у Энви подумать. Я пока свернусь ненадолго. Почитаю что-нибудь все-таки в чате. Фармящий Брист. Ну, скорее всего. Лагаешь Нешхард в Дота ТВ. Я не знаю, что с этим сделать. По-моему, просто стоит не сворачивать Дота. Тогда я не буду лагать. Инвокер для Клауд Найн и Фаер Дота забирают. Спирит Брейкера для Икс Майка. Наконец-таки Икс Майк получил своего сигнатурного братрума. Так, ну что ж. Здесь я ставлю на Клауд Найн почку. Просто почку. Почку на Ц9. Вот выложил уже. Я уж там неплохо почек навыигрывал с подобных игр. Да. На этой карте, конечно, однозначно почку на Клауд Найн. Фогет на братруме. А вот это, кстати, уже намного интереснее. Все-таки Фурион пойдет у нас в сложную для Икс Майка. Фогет в саппорт братрум. ТС в мидлейне на Зевсе. Фармящий Бристлбэк для Аша. И Чен, естественно, для Флаффа. Так, с Фаер мы разобрались. Клауд Найн. Энви на Тине. Биг Дэди Нол Тейл. Висп. Фата на Инвокере. Хорошо. Мизери Бейн и Бон Севен в сложной на Андаинге. Так, Бон Севен здесь... Как-то слишком быстро бегает. 362. Мам. 17% мувспида. ГЛХФ. Желаю друг другу командой. Я жду сейчас вот Икс Майка. Икс Майк, пожалуйста, напиши что-нибудь. Что-нибудь опять интересное и веселое. Бон Севен. ДиКей. Да и просто что-то ребята здесь все разварывали. Решили развернуться. 30 секунд. Бон Севена пока что здесь оставили в соло. Но Тейл, если что, на подсейве. Ребята, не будут ли контролить руну? Так, хорошо. Бон Севен просто обратно возвращается. Руну контролят. И также здесь Мизери контролит руну. Ой-ой-ой. Это уже целый левел. Это целый левел. Это целый левел. Индвести голды. На первой минуте это действительно решает. У Нотейла уже есть боттл. Так, Бон Севен отправляется сейчас в легкую. А Тинни стоит сейчас в сложной против Фуриона и Аша. Все-таки ребята свапнулись, кстати-то. Икс Майк теперь на Маратруме и фогет на сопортящем Фурионе. Или лесном Фурионе, или сопортящем Фурионе. Так, Мизери. Мизери. Фогет. Не попал сейчас Энви. Просто камнями по Фогету. Там пол-ХП сбили сейчас Фуриону. Да, и это была ошибка Энви. Так, на самом деле Ашта здесь жить будет. По-быстренькому какой-нибудь фангвард бы выфрамить. И действительно все у него будет довольно неплохо. Ну, хотя, опять же, два ранжовых саппорта, которые очень больно бьют Мизери. Поймал сейчас Аша. Энви подбежал. Хорошо. Стан сразу же по Ашу. Бить. Бить. Всеми силами бить. Вкачал сейчас Бристалбэк. Уже есть какое-то снижение атаки по спине. Отпивается спокойненько с Альвей. А здесь ребята без маны, насколько я понимаю. Хотя у Тейла есть Боттл. Тейл просто сейчас залет действительно маны Энви. И вот Энви вообще фуловый сейчас у нас находится. Мизери. За Фогидом. Мба. Мне кажется, умрут. Здесь Файер раз шесть. Сверху драка. Иксмайк пытается как-то с Бон Севеном здесь сопротивляться. Сопротивляться. Ой-ой-ой. Но все-таки Бон Севен, конечно, посильнее своим Дикеем. Бон Севен. Флаф. Стопит. Флаф шуй с Урсой. Фогид. Также прилетел. Пытаются все пробить здесь Бон Севена. Ой-ой-ой. Флаф просто царюка, конечно. Ну, Бон Севену некуда убегать. Прекрасно он понимает, что он умрет. Маны также не хватает. Закупился просто. А здесь-то наваливают. Здесь наваливают. По кабинетам Клаун Найн. И умирают абсолютно все. Уж Дабл Килл. Уж Ферст Блад. 575 золота. И Боттл Бристл Бэк себе сейчас притораканит. На нижнюю линию. Мда. Умирать от одного Бристл Бэка вдвоем. Когда вы стоите триплой. Не есть хорошо. Бон Севен решил драться. Пойти с Ашем. Один на один. Аш. Мало здоровья. Пытается как-то сейчас раскайтить Бон Севена. И в принципе у него это получится. Отпевает из батла. Господи. Какой же пот. Аш. Просто фантастический сейчас. Действительно Бристл Бэк здесь отыграл. На Фато. Вышли. Урса. Скорее всего просто сейчас хлопнет по ушам. Да. Фате очень больно. Ушел в Густ Валк. Но. Диси что-то знает. Тут особо как бы с верхней много в инвизе не пробегаешь. Энви. Энви отправился против Хмайка фармить. Ни одного башика сейчас не прошлось по Энви. Форпу Феном работает. Баш. Хорошо. Забайтил. Сейчас просто Энви. Стан. И Хмайку. Просто конец здесь. Хотя. Нет. Здесь подмога. Ноутейл. Очень сильно страдает. Хмайк тоже мало здоровья. Минус ноутейл. Фата. Дерется как-то с ТС. ТС вообще на хосте. Что происходит? Почему так много везде драг? Фогет. Фогет отправился в таверну. Отлично. Один в один хотя бы ребята разменялись. Погоня за Флафом. Висп прилетел. Чищи на развороте. Что-то конечно старается сделать. Минус. Чен. Это два в один. И пока что все. Да. Я думаю все-таки стоит ребятам развернуться и побежать каждому на свою линию. То есть здесь и Фурионы, и Братумы, и Чены, и все кто угодно. Чен вообще в чужих лесах. Лондайинг умирает сейчас от Фогида. Здесь его походу аж прохарасил опять же. Да. И просто подзабрал его там. Фогет. В мидлейне зацепили ТС. ТС без маны абсолютно остался. И ручками, ручками, ручками. Минус ТС. Ничего абсолютно сделать не получилось. Братрум бежит на помощь. Но здесь у Фата есть. У Фата фулл хп есть. Этого должно хватить. Ну, Тейл. Сейчас Мизери немножко маны действительно здесь подзальет. И руну ребята подождут. Будет ли драка? Аж. Пол хп у Бристалбека. Бристалбек, ПТ, щиточек, Боттл. Мизери. Нашел. Аша. Так можно же. Найтмер. Пытается убежать спокойненько. Но нет. Мизери поймали. Ноутейл. Хочет как-то засейвить. Стан по Ноутейлу. Ноутейла очень больно пробивают. Мертвый Ноутейл. ТС там тоже вовремя кнопки нажимает. Фата. Ну, Фата можно, конечно, убежать. Хотя Икс Майк до конца. Икс Майк просто ходил до конца. У него это не особо сейчас вышло. Кул снэпы. Икс Майка пробивают. Кинули еще и виспав на балк на Икс Майк. Икс Майк. В таверну. На. Ну вот. Наглость Миши. Того самого усатенького в очочках. Как-то я в чате читал. ТС. Здесь Янви, конечно, кулаком наминает. Довольно неплохо. Своим каменом. 8, 6. Фаер. Дота. Пока что выигрывает у Cloud9. Золото с 1500. Для Фаера пускается к 500. Да и вообще довольно странная карта. Все друг с другом дерутся. Все в чужих лесах фармят. Фонгит в одних лесах. Чен в других лесах. Ну нет, сейчас, конечно, тоже вернулся уже в свои. Ну, конечно, просто давались на героя. Это... Странновато. Злые елки. Потрясающие злые елки. Мне очень они нравятся. У них такое еще лицо. Забавное. Они куда-то бегут. Как будто им больше всех надо. Такое грустное, забавное личико. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Потрясающие елки. На топе. Разобрался здесь Энви сейчас с Баратрумом. У Энви уже есть кое-какой стрик. 3-1-2 у Энви. 8 минут игры всего лишь прошло. Такое ощущение, что мы играем уже действительно намного больше. Фато. Пытались здесь как-то зацепить. TC. Просто контролит Энвиз. Так, ну что ж. Так, до конца игры не будут, ребята, делить лес напополам? Исмайк. Сейчас в левое ухо ему здесь неплохо напичкал просто виспят. Топ-топ-топ-топ-топ. Вышечку Аш тоже забрал. Нужно, главное, уйти. На ветра Аш не попадает. Здесь Мизери. Да здесь вообще вся компания. Абсолютно Клауд Найн. И руками Аша... Ой-ой-ой, Фоги-то больно разультился. Все равно в любом случае умирает сейчас. Дружище Аш или Уш. Когда как я по настроению его называю. Энви. У Энви рецепт на барабаны. Толтейл. Очень мало здоровья. Здесь Тинни что-то как-то камней под братром и накидал. Энви пытается уйти. Веспа убил Зиас. Я говорю, TC вовремя кнопки жмёт. Два сатира. Задули. На этом пока что всё. Девять-девять. Постоянные какие-то файты. Ни за что файты. Абсолютно довольно странные драки. Но такое бывает на американской доте. Очень часто причём такое бывает. Я помню играли по-моему как раз таки вот Fire. Ну они ещё были с Nekinx Assassins. И играли они с... С Real Genius. Так там на сороковой минуте был счёт 70-70, по-моему. Где-то так. Энви. Энви. Энви очень сейчас больно. Подхиливает его здесь NoTail. И решил всё-таки Энви убежать в сторону. Правильно на самом деле сделал. Потому что аж... Уже больно так дерётся. Паузы. 6 часов утра. Такая поплава лютая. Какие паузы вообще? Инвокер. Нулик. Фэйзы. Урона. Тысяча золота. Вэксовый инвокер. Всё правильно у Фаты. Гудстав. Вэксовый инвокер. МТ2. Welcome to America. Пойду посмотрю, что пишут в чате люди, которые не спят в 6 часов утра. Господи. А неужели это всё было с рамкой? Я понял. Я понял. Мда. Но на самом деле вы видели всё только самое главное. Вы видели всё самое главное. То, что вам не нужно было смотреть. Всё было спрятано от вас. Не очень хорошая ситуация. На самом деле сейчас сложилось с рамкой. Я действительно очень сильно извиняюсь. И только сейчас я заметил, когда отправился там в чатик, посмотрел. Там просто макс репосты про рамку. 10 минут держать рамку. Это... Ну нет, по-моему, Гудхан держал дольше, правда. Но мне кажется, я вместе на втором. Ставим рекорды на Америке утром. Ладно, ребят. Действительно извиняюсь. Я совершенно забыл её снять. Я вообще совершенно забыл то, что я поставил рамку. Ой-ёй-ёй-ёй. Всё очень плохо. Мне ещё и ВК там заспамили. Ну, вы всё прекрасно видите. И, по-моему, с рамкой было даже лучше. Бам. В Steam меня только добавляли. О! Убери рамку, добавил у вас свой список друзей. Ребят, вот немножечко бы пораньше. И я бы додумался прочитать что-то подобное. Ну, уже, в принципе, всё хорошо. И рамки нету. TC. Поймали здесь TC. TC умирает. И Мизери там уже с довольно неплохим стриком. Сейчас пытался Ченова подхилить всё-таки хэнд оф гадом. Но что-то у него не задалось. Так, Фогида. Поймали. И очень быстро, конечно, развалили здесь Фуриона. На Ноутейла. Братрум также выдвинулся. Икс Майк. Хорошо. Но улетел в этот момент как раз-таки Ноутейл. И ничем-то, может, зацепить не получилось бы. Чена также убивает на верхней линии. И сейчас вот, кстати, Клауд Найн довольно неплохо сыграли. 800 плюс золото нафармили себе командой. Диа структуры фортифа. Ребят, я действительно очень сильно извиняюсь за рамку. Это лютейший косяк. И я надеюсь, больше в следующих картах столь долгой рамки мы не увидим. Икс Майк остался полностью без маны, кстати, с одного ЕМП и Фата. Чуть ли не с Мэкшеном там в Иксом. Действительно выжигает ману абсолютно всем. И ТС также, наверное, под эту раздачу будет попадать. У ТС, кстати, Мидас. Кстати, вот Зевса с Мидасом, это, по-моему, уже норма. Мизери. Здесь Икс Майк. Ну, решил просто не лезть дальше. Прекрасно понимал, что Мизери развернется и поймает его в Найтмира. Там и команда может прилететь. Вот это вот просто десант. Вышечку не отдали сейчас в Мидлейне. С9. Я помню, форсешка забыл включить звук на стриме. Так, ему там заспамило, по-моему, человек 50 ВКонтакте. Я вот сейчас боюсь открыть свои личные сообщения просто. Андаинг. Ветерки здесь как-то. Бон Сэмп чуть-чуть заваривает. Все у него довольно неплохо. Графики 3000 для Клауд Найн. У Фуриона появился Дагон. Это Фурион просто с первым Дагоном тапок Дагон. Потрясающе. Тапок Дагон. Я так понимаю, это охота на Виспа просто началась с этим Дагоном. Вот сейчас он, если бы еще в максе, то просто будет идеально. На Фату выдвинулся сейчас Братрум. Ребят, может рамку включить? Братрум. Не побежал за Фатой. А очень зря, на самом деле. Очень зря. Хорошо, сразу же ультанул. Ой-ой-ой, как много демеджа по Фате сейчас. Фата пытается хоть что-то сделать. Ничего у него абсолютно не получается. Но Тейл. Также здесь рассыпался. Дагон работает. Хорошо. Страта есть. И Фаер Дота начинает наламывать здесь фышку. Очень быстро спилили Тауэр. Фогет просто отправляется на базу. Флафон Став с своими зверми тоже куда-то уходит. С своим зоопарком. Забрал всех с собой. Так, здесь на ТС прилетели. Прилетел один. Но Тейл. Но этого хватило. Да, конечно, там четвертыми спиридами больновато. Больновато. Мизери. Ихс Майк. Дерется сейчас с Мизери. Но Но Тейл просто забрал сейчас с собой Бэйна. И в принципе довольно неплохо. Сейчас играли Клауд Найн. Вот выстреливают. Что одна, что вторая команда по очереди. Здесь очень хорошо Фаер подрались. Потом вот здесь вот С9. Сейчас тоже грязи нормально наделали. Шейкера не хватает С9. Но хотя есть эндайинг. То есть Томбу поставил. И если рядом нету Бристалл Бэка. Поэтому Бау убивает абсолютно всех. Икс Майк. Здравствуй, дружище. Фоггет. Фоггета тоже здесь зацепили. Энви. Разобрался быстренько веткой. Ну сейчас вот так уже вот этих вот елок побил. Вот от кого эти елки убегали походу еще 5-6 минут назад. С таким выражением лица. Бон Севен. Бон Севен огромнейший. Сейчас проблема. Его заслипали. А дальше-то что? Все равно куча дэмэджа. Минус Бон Севен. Бэйна также разобрали. Энви пытается уйти. Аж уже наплевал. Сейчас два стака. Пытается дальше гнаться за Энви. Икс Майк на месте. Также летит просто сюда Фоггет. И естественно Дагон. Там от Севса верхняя. Быстренько разобрали Сэнви. Так, я думал Фоггет здесь уже второй Дагон летит. Здравствуй, Ноутейл. Мы здесь ждали вот этой вот огромной компании. И... Да ладно, неужели выживет? Господи. Потный Ноутейл. И реально Ноутейл выживает. Как его вообще отпустили? А, я знаю как. Он прилетел вот сюда. А... А дружище Баратрум затолкнул его вот сюда. Чарджем. Да, выжил Висп просто в той ситуации, где он должен умирать 100%. У Зевса появился Даггер. Мидас, Арканы, Боттл, Грейджиный Стик, Даггер. Си, 4-4-4. И по-моему 4 фрага все были состилены ультимейтом. Ну... Верни рамку. Да. Чат просто потрясающий. Блядь, я же сейчас дизельно поставлю рамку обратно. Верни рамку. Ладно, плиз. Хватит спама в чате. Так, Энви. Набивает здесь вышку в мидлейне. Глиф на Ноутейла выткнулся Баратрум. Ребята просто улетели. Ой-ой, Баратрум-то здесь был как раз-таки рядом. Ноутейл выживает как Мизери. Его очень хорошо здесь подсейвил. Это уже минус 2. Веспа в любом случае убили. Аш. Аш. Энви. Не смог Аш все-таки его ударить. Там Фоггит просто... С прутами закрыл. Тинни. Спас Тинни, можно сказать. Да, если бы, конечно, Аш его ударил, там 1-2 раза он бы умер 100%. 2 в 1 сейчас, ребята, разменялись. Фаер. В любом случае, хотят идти немножко дальше. А стоит ли? Брислбэк. ПТ, Вангвард, Саша, Яша. 20-ая минута. 10 тысяч нетворца. У Энви тоже там 10 с копеечками. И есть барабаны, есть аганим. Также ПТ, Плэтмейл. Имеется 1000 золота сверху. У Токерасы, на самом деле, еще довольно долго. Но... ТНВ и так уж и силен. Энви на Рошана заходит. Энви просто заходит сейчас с ноутейлом на Рошана. Да, Алакрити. И 0.57 скорость атаки с веткой Утини. Без Керасы. Без Гиперстоуна. Без Керасы. Вообще без Гиперстоуна. Без всего. Пенечком сейчас вот этим вот все прочекали. Пенечек. Энви. Есть Аегис. Так, а куда вы улетели? Улетели ломать вышку. Хорошо, вышку вы сломали. А нужно, мне кажется, было все-таки полететь вот сюда. Так, здесь фаер довольно неплохо. Теперь два тауэра подпушивают. Вышка-то падает. Вышка упала. А Энви ничего абсолютно не делает сейчас с ноутейлом. Просто ничего. Да, решили просто фармить дальше. Мне кажется... Нужно лететь. Хотя здесь есть фата, здесь есть действительно бонсейвен. Вышку уже все равно потеряли на хайграун. Понятное дело, что фаеры не пойдут. И... А Энви как раз вернулся. Можно было дальше там фармить. Чужой лес пока можно было абсолютно весь вообще, по-моему, выформить. Две шестьсот у Тинни. Ой-ой-ой, какой тайминг. Хорошо. А дальше-то что? Аж просто убегает. Есть Саша и Яша. Там 413 мулспида. Развернулся, побежал. И... Ни ману ему не выжгли. Ни урона толкового не нанесли. Ничего не сделали. Так. Здесь Хогида поймали. Прилетел Энви. И зафармил, во-первых, всех крипов. А во-вторых, только уже во-вторых, зафарм Фуриона. Так. Пытаются Ноутейла пробить. Здесь Икс Майк дерется с Мизери. Также ультанул. Сейчас Мизери хорошо еще и зачаржил его. Отлично. Минус Бэйн. Но Ноутейл выжил. Ноутейл очень мало хп. Улетел на базу. Минус Бэйн. Так. Фурион. Прилетел. На Фату. Здесь Фату. Откинулся Ветрами. И просто кастует телепорт. Естественно, Икс Майк уже никак его там не зацепит. Да. И Фурион не стал максить догон. Есть просто Гудскептер на всякий случай. Без Гаста здесь проблематично. Стоять рядом с Тиней вообще. Гудскептер вещь довольно-таки полезная сейчас для Фуриона. Фурион. Одиннадцатый уровень. Аегис. Две минуты до конца Аегиса. И на самом деле Тиней бы подраться сейчас опять же с Ноутейлом. А вот Ноутейлу заварить как раз-таки Гост было бы идеально. Хотя там есть Зевс, там есть Фурион. И Ноутейлы нереально больно пробивают. Что Бристлбэк, что Баратрум. Что просто там Крипы Чена наваливают по нему. Что Зевс и Дагон. Поэтому без разницы. Умирать он будет в любом случае очень быстро. Бристлбэк. Практически есть, кстати, БКБ. Так. На вышечку. Аж. Вместе с Крипами. Очень даже неплохо. Ну, сейчас Этерн Ленви, по-моему, все отфармит дело. Минус Инвокер. Уже. Стан. По ТС. ТС подкинули. Дальше что? ТС. ТС. Как же больно сейчас. ТС здесь получает. Его зомби еще грозит. Очень маленький ему спит. Хорошо. Икс Майк ворвался. Пришел, кстати, Инвокер в драку. Минус 2. Убили Чена. Убили Зевса. Энви. Гонится сейчас за Ашем. Телепортировались. Хорошо. Форстафнули еще. Энви. Камнями сейчас засыпал Аша. Подкинул. И веткой, естественно. Кучу деможа внес ему. Кто пикает Тинни и Виспа, тот выигрывает игру. Да, это уже третий раз подряд так, по-моему. Вчера Энви выиграл на Тинни с Виспом. Сегодня Фаер выиграли Тинни и Висп. И вот сейчас опять же Ц9 тоже, в принципе, начинает выигрывать. Ну просто не контрится. Пропала Егис у Энви. Энви без разницы. Глиф. Поставили сейчас Фаер, Глиф. А дальше что? Нету 10 секунд все равно никого. На Нутейла ворвались. Врыв не получился. Хорошо. Икс Майкл очень быстро здесь разобрали. И Энви стоит, водолакарит и навешивает. Два удара в секунду. Сломали вышку. Никого не потеряли. Убили только Баратрума. И спокойненько ребята отсюда уходят. Очень хорошо сейчас на Нутейл играли. Не стали там слишком уже борзеть. Две восемьсот есть у Фуриона. Неужели на хекс на какой-то сейчас копят? Две восемьсот уже стоит тратить. Сумма немаленькая. Или Фогет копит сейчас на Эзериал. И будет Эзериал просто кидать в тине. Цей тоже очень хороший вариант. Да, скорее всего именно Фурион. Такую вещь делать и будет. Просто грязь. Двадцать восемь минут. Семнадцать двадцать два. Фурион. Осталось пятьдесят золота. Я думаю сейчас им одного крипа здесь отдадут. Фурион улетел. Поставил вардик. Пошел обратно на базу. Он поднял чужую ТП-шку. ТП-шку ТС. Так. А ТС, кстати, с командой сейчас в смоках выходит. Хорошо. БКБ появилось у Энви. Хекс есть у инвокера. Сейчас так. Клауд-9-то в принципе... Запаслись здесь артефактами. Энви. Пришел. Сатиров просто здесь сразу же переубивал всех. Появил Сизериал у Фуриона. Аш. Не зацепили Аша. Энви. На Энви вышли. Сетку кинули. Хорошо. Улетел он вместе с Виспом. Куда улетел? Пока что здесь Бон Севана убили. Они здесь разобрались с Фурионом. Очень странно. Просто ужасно странно. Два в один размен. Но Тейл тоже будет погибать. Три в один размен. И Энви остался на верхней линии. Что произошло? Что вы делаете? Вообще, Клауд-9, зачем эти мувы? Зачем эти вылазки на Фуриона, когда вы прекрасно знаете, что здесь вся команда просто противников стоит? Да. И заходит спокойненько Фаер на... Тир-3. Клифа нет. Т-3 падает. Пришел Энви. Энви говорит, ребят, я хочу траться. Мне без разницы, потому что я один. Я буду бить. Вышка упала. Хорошо. Аша поймали. И Энви просто веточкой сейчас быстренько разберется здесь с Ашем. Аш пытается убежать. Как, господи, что произошло? Фантастические сейвы от Чена. И подхилил. И на базу отправил. И сеткой здесь помог. И вообще замедлил просто Тинни. Вот это пот. Раз-5 на самом деле спасал Аша. И на тот стихобах отправил как раз-таки его на базу. Да. Отличная игра от Фаер. Косяк от Клауд Найн. И драка без Тинни. Вот это вот. Сломанная вышка. Раз. Сломанная вышка. Два. Ох-ох-ох. Аш. Заслипали. Фиксанули. Потом мы поставили. Ну, в принципе, можно сказать, потратили все. Так. Иксмайк. Форстафнули Энви. Энви старается драться. БКБ не прожал. ТС. Да. Высоковато он. Действительно. Его подкинул. Минус два героя у Фаер. Давайте посмотрим вообще состояние Байбека. Хорошо. Очень даже хорошо. Здесь, кстати, поймали Иксмайка. И это минус четыре. Это минус четыре на ровном месте. Никого не потеряли сейчас Клауд Найн. Просто четырех героев. Фаер. Разобрали. По очереди. Мизери. Мизери очень мало ХП. Мизери живет. Его еще с Ол Рипом здесь подхилил немножечко Бон Севен. Мид Лейн. Нет, Мид Лейн ломать не буду. Топ пока что наламывает. Биг Дэдди Нутейл очень мало ХП. Зевса пока нет ультимейта. Нужно отпеваться. Нужно Нутейлу просто как-то отпеваться. В этом пытается урной немножко как-то подлечить. Хорошо. Минус топ. Вернули сейчас свое преимущество Клауд Найн. Теперь ошибка была от Фаер. То, что ребята просто так все переумирали. Нет байбэка у Аша и нет байбэка у Братрума. Один Зевс байбэкнулся без ультимейта. Так вот, как-то мне прям вот масса вот так начинает добавляться в стиме. Мне кажется, что у меня опять там или рамка стоит, или звук выключен. Там все посмотреть. Нет, все работает. Все отлично. И стрим работает. Все значит хорошо. Так, пауза. Отлично. Немножко можно свернуться вообще, посмотреть, что там происходит. Уберите Ц9 и верните рамку вместо них. Мне нравится. Фата, хорошо. Наши зашли, но здесь Братрум. Братрум влетел. На ветра сейчас подняли Братрума. Иксмайк отлично разулетился. Минус Фата. Фату очень быстро стерли. Он Севен пытается уйти. И нету у него такой возможности. И привет, Энви. Ну, хотя Энви здесь разбирается довольно неплохо. Но Тейл помер. Энви Мизери пытается хоть что-то сделать. Иксмайка сейчас заслипал. Энви дальше наваливает ТС. ТС практически умер. И Кентавра на него закинул. Но все равно этого оказалось мало. Байбэкнулся. Просто Но Тейл пришел. Начал выхиливать Энви. Энви не убили всей командой. Да, какой же жесткий Тинни. Но у Тинни было 10-секундное БКБ. Вот в чем дело. Мизери очень мало ХП. Ушел. Отлично. Минус ТС. 4 в 2. Разменялись 4 в 3. Байбэкал санул Тейл. Ну и в принципе даже по золоту выиграли Драгу the Fire. Но ГГВП. ГГВП. Я не знаю, почему так быстро написали сейчас Fire и ГГВП. Возможно потому, что в пятером не смогли убить Тинни. Вот так вот заканчивается вторая.